Присоединяйтесь к нам, присаживайтесь, сейчас будут интересные и очень интересные рассказы о природе и фотографии. Начинает Алексей Волкус рассказом о Богдинском участке заповедника. Здравствуйте. Собственно, постараюсь рассказать вам путешествие в Богдинск-Боскорчатский заповедник. Это в первый раз я его посетил, и, соответственно, это как бы, ну, получается, водная такая поездка получилась. В заповедник мы поехали группой из трех человек. Я с Таниславом Шинкаренко и его жена Светлана. Целью поездки была съемка различных представителей фауны заповедника. Попросту говоря, мы должны были найти знаковых таких обитателей заповедника, собственно, как бы, чем он славится и чего охраняет, и найти и поснимать. Заповедник находится в Ахтубинском районе Астраханской области. Собственно, где это? Вот посмотрим на карту, вот этот вот кружочек, который наверху, это мы все там, Москва. А заповедник Богдинско-Боскорчатский находится внизу. Так, ну, Москва и Боскорчат. Сейчас посмотрим еще на одну карту. Это, так скажем, ой, такая она блеклая. Ну, несусь. В общем, видно, что земли заповедника – это вот граница отчершенной красной линии. И это, как бы, площадь огибает озеро, но само озеро частью заповедника не является. Вот, например, в Википедии написано, что озеро Боскорчат находится на территории заповедника. Но это неправильно, это ошибка. Все потому, что озеро Боскорчат, ну, как бы, его промышленно разрабатывают и добывают там соль. Соответственно, ни о каком заповеднике не может быть и речи, если там промышленное производство находится, железная дорога проложена. Ну, когда только-только пытались там что-то делать, к сожалению, задружняюсь назвать датой, там даже пытались… А, ставили рекорды скорости, тестировали гоночные автомобили. Но потом, когда началась промышленная разработка, немножко экология Боскорчука пришла в упадок, и ровная поверхность озера, ну, как бы, она уже ушла в прошлое. И вот, как тут можно заметить, заповедник состоит из двух частей. Вот такая, как бы, перевернутая букву С, основная площадь, и внизу такая пентаграмма. Она причем очень так интересно выглядит из космоса, если смотреть какой-нибудь гугл-мэп, прям такой ровный пентаграмм практически. Это называется территория Зеленый Сад. Вот в заповедник мы как раз приехали, именно вот в эту территорию Зеленый Сад, и с нее мы совершали, так сказать, набеги на территорию заповедника, гору Большой Багдо. Вот тут она находится, это гора Большой Багдо. Несколько раз мы туда ездили. Но начну я тогда с Зеленого Сада, раз я вышел туда приехать. Собственно, изначально это место называлось научно-исследовательской агролесобилеративной опытной станции имени Орлова. И на станции велась работа по изучению возможности создания лесозащитных полос в экстремальных условиях полупустынь, пустынь, ну и подбора адаптации соответствующих деревесных пород. Первые посадки тут датируются аж в 1926 год. Соответственно, в 1983 году все эти лесные насаждения, все эти лесные насаждения были, ну как бы получили статус памятника природы, областного значения причем. Но в начале 90-х, разумеется, все финансирование как бы упало и фактически станция прекратила существование. То есть там была заморожена, ну тут же установлена вся работа научная и все научные сотрудники оттуда съехали. В 1993 году удалось включить его в состав тогда еще Бопкинска-Бускамчанского заказника, а в 1997 году уже как бы все это образование получило стату заповедника. И вот в тех порах, так как это заповедник, там определенный режим существует, то есть там невозможна никакая хозяйственная деятельность, но практически все процессы, которые там происходят, они, ну то есть за ними только наблюдают и практически ни во что не вмешиваются. Поэтому, собственно, вся эта вот станция, она примерно выглядит вот так, это такие как бы обломки домов, которые уже там от старости осыпались. Несколько домов поглотали сотрудники заповедника, сделали небольшой ремонт и провели туда свин. Ну, собственно, кроме свина там, в общем, ничего нет. А, колодец еще с водой есть, это очень важно. И вот именно в такой, ну не в такой, конечно, домике, а вот в одном из домиков вот поселились мы. Работа ученых стала видна сразу. Вот как только я взлетел и покрутился над бывшим поселком, видно, что как бы неестественность местности что ли. То есть природа не любит такой абсолютной симметрии, никогда так оно расти не будет, разумеется. То есть видно, что это такой, как бы искусственный ландшафт, но тем не менее, это фактически единственная древеская растительность там на многие-многие километры степи. Вот, она, кстати, посажена геометрически правильно. Если посмотреть ее со спутника, там прям вот они все параллельно, полоски идут. Основными лесными культурами участка Зеленый Сад является Тамарик со многолетвистой и яспризимистой. Ну и там еще много всяких других. В заповедник мы приехали ночью. Забавно, конечно, ехать по степным вообще дорогам ночью, потому что ты едешь и тебе в свет фар машины выбегают тушканчики и бегут прямо перед тобой сколько-то там сотен метров, а потом ныряют опять в темноту. Но, вот, как бы с пылевыми жаворонками ситуация хуже. Они просто влетают в свет, садятся на дорогу и сидят. И, как бы, хоть их там дави-не дави, они будут сидеть, видимо, то ли они какой-то транс спадают, то ли там программа биологическая сбивается. В общем, приходится выходить и чуть ли уже там, ну, практически, вот где-то я снимал с метра. Утро нас встретило сильным ливнем, что само по себе было довольно необычно, потому что в степи, в принципе, дождь, очень редкое явление. И, собственно, дождь шел целый день. И при этом температура оказалась довольно низкой, то есть температура в этот день не превышала 10 градусов. Это дождь и 10 градусов было. Мы сидели в доме, и делать было нечего. Я подумал, что зря пропадает день съемочный, надо идти снимать. Подвязал себе зонтик таким образом, чтобы он надо мной все время торчал, и при этом у меня руки были свободны. Взял фотоаппарат, объектив 500 миллиметров и пошел снимать все, чего я там как бы мог найти. Причем, интересно было то, что там удовольствует сидеть справа вверху. Интересно было то, что как бы дождь, он настолько как бы замочил всех птиц в этой области, что, в принципе, они подпускали, наверное, на довольно близкое расстояние. Вот такой дождь шел. Вот мокрый удод. Не знаю, можно ли назвать эту птицу синотропной, но вот сколько я ее не встречал, она обычно селится рядом с людьми и как-то вот с ними живет в каком-то симбиозе. То есть, еще, я так понимаю, типично такое, вот в Африке их там тоже миллионами как ворот.